Всем привет! Очень хочется начать с аромата, потому что сегодня буду рассказывать об аромате от Мюглер. Но начну с другого, так как это обрадовало меня не меньше, когда я получила посылку. Давайте посмотрим. Такой пакет, а в нем пляжная сумка. Вот это какое-то странное совпадение, потому что буквально до своей поездки я думала, нужно пойти посмотреть по магазинам пляжную сумку. И я искала, искала, не нашла, уехала и думала, по приезде я уже буду искать. Каково же было мое удивление, мне подарили эту сумку. Я просто в восторге. Такие мягкие ручки здесь, обычно бывают они такие твердые, здесь нет. Посмотрите внутри, какая она радостная. Просто лето-лето. Летнее лето. Она вот такая. Большая вместительная сумочка, сюда поместится все что угодно. И вот здесь отличительный знак, что это мюглер. Итак, вот она классно смотрится, между прочим. Ну-ка, если я так пристану. Супершик! В общем, я рада. Потом, достаю дальше, смотрю, думаю, сейчас будет аромат. Нет, еще одна коробочка. Вот. А в этой коробочке стаканчик для коктейля. И с трубочкой. Эта трубочка такая неодноразовая, многоразовая. Тоже такая радостная, летняя. Вообще, сегодня видео, несмотря на то, что я так одета, просто мне очень хочется снять видео. Я хотела бы, конечно, по-другому, совсем, не знаю, в желтом, в своих желтых шортиках хотела бы снять. Но я не снимаю в полный рост, поэтому, уж извините, образ совершенно не соответствует тому, что я показываю. Это стаканчик. И здесь написано Angel Mugler. Ну, мне он очень понравился. Тоже на пляже. Не какой-то разовый стаканчик у меня теперь будет, а вот такой вот красивый он откручивается. Но мне почему-то кажется, что Мирослава, конечно, его заберет у меня. Но есть шанс скрыть от нее его наличие. Ну, а теперь пришло время аромата. Это Angel. Так, я не буду говорить его название, потому что я читала там все на французском. В общем, круиз. Буду говорить на русском. Angel Cruis. То есть, это переосмысление предыдущего ангела, который был в голубой упаковке. Наверное, всем он знаком. Я его тоже видела, но, к сожалению, не имела возможности его послушать. Знаю только этот аромат. Бренд говорит о том, что они его просто решили переделать немного. То есть, это классический аромат с свежими цитрусовыми фруктовыми нотами. Ну, классических ароматов у меня уже много, поэтому я решила, что у меня должен быть именно такой летний аромат. И вот что-то именно для лета. Лето, лето, вот невероятное лето. И вот оно у меня в руке. Вот, держа этот флакон в руке, просто чувствуешь себя звездой. Эта звезда, и ты звезда, и на пляже еще есть морские звезды. Посмотрите на него, он очень красив. Я пыталась его снять на солнце, на пляже, но он как-то не очень поддается. Вот здесь он выглядит гораздо красивее и правдивее. Потому что вот он такой на самом деле, не такой, как был там у меня на пляже. Большой флакон у меня 50 мл, это не 100. Здесь нет крышки, то есть это все сразу встроено. Просто нажимаем сюда и получаем аромат. Давайте его получим. Первые ноты, это, знаете, что я вам скажу? Не буду говорить ни про фрукты, ничего, а именно жизнерадостность. Радостность. Радость безумная, когда слышишь этот аромат. Потому что он такой яркий, сладкий, неприторный. Фруктовый, мне кажется, манго, цитрус здесь есть. Вот почему-то манго именно, вероятно, даже из-за цвета я чувствую именно вот этот фрукт. А сейчас цитрусы раскрылись. Вы знаете, это, наверное, один из таких ароматов, может быть, даже вообще один не из, а просто один аромат, который я могу порекомендовать для лета. Потому что я не люблю сладкие ароматы на лето. А вот он сладкий, и он для лета идеален, даже в жару. Возможно, стойкость от этого пострадает, ничего страшного, можно обновить. Но на мне, например, я поехала как раз на пляж с этой посылкой, там все это рассматривала. И вот на пляже я надушилась, и до вечера я слышала этот аромат. Вот пока я не пришла, не приняла душ, я слышала этот аромат у себя на запястье. Знаете, пошли теперь какие-то также плоды, фрукты, плоды фруктов и вот с зеленью, уже вот с листьями. Очень... Вот сейчас, когда у меня в комнате прохладно, он как-то по-другому раскрылся. Не так, как тогда на жаре. Все-таки, наверное, нужно душиться им дома в помещении, а потом уже выходить на солнце. Вот так я рекомендую его использовать, потому что сейчас он необыкновенно приятный. Что-то еще такое чувство я не могу разобрать. Но что-то очень приятное. Вы знаете, мне кажется, этот аромат для загорелого тела. Такого разгоряченного, загорелого тела. И вот эта сладость. Вы будете, знаете, как тропическая женщина. Что-то с каждым разом он мне по-новому и по-новому открывается. Но я думаю, не обязательно мне сейчас говорить, что мне это напоминает, потому что я понимаю, что это моя какая-то личная ассоциация. Откуда-то. Может быть, от... Может быть, от душка какой-то косметики. Вот что-то мне такое там тоже напоминает. Но в основном это, конечно, фруктовый, летний и очень радостный аромат. Помимо того, что он такой радостный и фруктовый, он еще и безумно красивый. Вот теперь мне очень захотелось послушать еще и классическую версию. Голубой аромат. И флаконы, конечно, они создают просто вот шедевры какие-то. То есть правда очень красиво. Такой тяжелый, увесистый флакончик. Единственное, что его нельзя будет поставить, но он будет лежать вот так вот звездно. У вас на туалетном столике или где в шкафчике, где вы храните парфюмы. Я хочу его фотографировать немедленно просто. Прямо сейчас, пока еще 3 часа. Я думаю, часам к 6 будет золотой час, когда я смогу его сфотографировать. Будет очень красиво. Надо подготовиться. Эту марку я для себя открыла. И вот уже второй аромат мне нравится. Первый аромат, если вы помните, был пришелец. И вот теперь Angel. Angel Cruise. То есть вот так вы должны звучать на отдыхе. И когда вы будете отдыхать на пляже где-то в другом городе, даже в другой стране, на вас должно быть что-то фруктовое. Я предлагаю вот этот аромат. Кстати, лежит он очень неплохо, потому что это здесь он вот такой вот выпуклый, посмотрите, а снизу он плоский. Вот, лежит хорошо. Давайте я вам скажу еще про вот этот наборчик. Это марка Errandcom, марка для волос. И скажу я вам, что это просто прекрасная, чудесная марка. За долгое-долгое время, с тех пор, как у меня стали выпадать волосы, как они стали сухими и такими, я не могла найти ни одно средство, которое бы меня устраивало. И сейчас вот эти средства радовали меня все. Вот абсолютно все. Прекрасный шампунь, прекрасно промывает. Пенится шикарно. Он очень экономичный. Он нежно-нежно пахнет. Кондиционер, который прекрасно смывается и увлажняет волосы. Ты выходишь с увлажненными волосами. У меня такое ощущение было даже, что его не нужно смывать. Конечно же, я смыла. Вот этот крем необыкновенный. Просто невозможно нанести его больше, чем нужно. Он впитывается в волосы. Кстати, подходит для моих пористых волос. Вот идеальный продукт, если у вас тоже пористые и сухие волосы. Вот это средство обязательно приобретите. Это увлажняющий крем и плюс еще для сияния волос. Два в одном. Но это замечательно. И увлажнение, и сияние. И вот этот сухой шампунь. Обычно я их специально оставляю себе для путешествий. Но не могу сдержаться уже, который раз пользуюсь им. Просто помыла голову и дальше наношу этот шампунь сухой. Потому что мне очень нравится эффект. Потому что он добавляет объема волосам. Второй раз говорю об этих средствах. И с собранными волосами, конечно, не очень хорошо. Но, надеюсь, следующее видео я буду снимать. Уже не буду с собранными волосами. Он также приятно пахнет. Немного парфюмировано. Но очень ненавязчиво. Приятно. Вот всем меня эта марка порадовала. Приятные флаконы. Очень красивые. И самое главное еще, что вот этот вот формат очень подходит для путешествий. Потому что здесь 75 миллилитров. Но 250 миллилитров брать для путешествий. Но согласитесь, голову все-таки мы в путешествиях моем. Это только нужно, если путешествуем на поезде. Или пошли в город, а там очень жарко. И брать с собой вот эту огромную бадью. Это просто не нужно. Огромные флаконы. А вот такой маленький, конечно, на одну поездку хватит. Даже останется. Один из лучших, кстати, сухих шампуней, что я пробовала. Вот он мне нравится. И Орба. Очень хорошие у них сухие шампуни. В конце еще скажу, что на мне майка. Я показывала ее в прошлом или позапрошлом видео. Это майка Intimissine, которая очень похожа на майку от Dolce & Gabbana. Я очень хочу вам показать свой образ, но, к сожалению, не могу. Сегодня я шла и чувствовала себя, как, знаете, в 90-х. Потому что очень много взглядов девушки, женщины, парни. Все смотрели. Давно я не наряжалась просто. Очень, конечно, интересно. Раньше я очень любила внимание. Уже говорила, сейчас уже не так. Но интересно, конечно, когда так смотрят на тебя. Разглядывать. Потому что у меня внутри короткая юбка. А сверху длинная. Ну, все. Я очень рада, что сегодня сняла видео. Потому что я люблю снимать с положительными эмоциями. Мне кажется, они до вас доходят. И всем становится хорошо. Все мы радостны. Как будто секта какая-то. Мы все радостны. На этом с вами прощаюсь. Всем классных покупок. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok